всем приветики с вами владимир вольский и муслим муслим привет привет теперь муслима тоже есть микрофон то есть сегодня первый день когда у нас два микрофона вот так вот они выглядят и мы пришли это сама подключить микрофон и посмотреть на кошечек вот здесь беременная кошечка или была беременная хэн пойми непонятно кто разбирается в кошечках напишите вот а других кошечек мы приходим и не видим к сожалению где-то она ходит и пытаясь все поснимать она вот это ходит бродит киса вот кошечка хорошечка вот такая видите но она какая-то не стоит на месте в этих в доме как больше никого нет может три или четыре дня подряд приезжаем наверное ежи бомжи как кошаков съели кошек реально вообще не только одна вот эта кошка выходит на звук голоса человеческого остальных мы больше в принципе вообще не видим ну и голубки теперь вдоволь кушают доедают если мы это самое увидим какую-то тетку которая подкармливает мы спросим типа чё голуби остались а кошки пропали может потравила кто-то хрен знает вот видите возле наших велосипедов кошечка гаврошечка все нет муслим что-то скажешь ничего не скажу поедем дальше по словам как этот море океан ты рассказал завтра будет этот нас день санитарный ну расскажи но завтра у нас типа это 10 апреля это типа день там чего-то там победы да ну наверное вот и собственно чтоб избежать провокации у нас будет полтора дня как комендантский день с 9 вечера сегодняшнего дня до 6 утра понедельника так что мы решили вот это как называется взяться и гуляться за два за один раз на два дня вперед как говорится ну так вот собственно да так что мы гуляемся и отправляемся проезжаем по парку шевченко со стороны морозливской мы выехали от коттеджа сегодня очень много людей собаки велосипедисты мамочки с детками бабушки с внуками бабушки с муслим короче тишина благодать и самое главное что очень тепло прям очень но ветер есть но он теплый но все на лучше конечно если на ветреной стороне то одевать капюшон куртку взяли сегодня кофе но у меня сломался по чайник я почти полный блок я чему или рам почти помню да мы с ним добавим молока у нас будет молочный кофе вот в чайнике выключился этот штыки рачек который в подставку вставляется на на где-то нужно его купить на даже не знаю как в поиске набрать на каком-нибудь сайте тут мы находимся на возле ракушки возле александровской колонны здесь тоже метка кофейных этих будочек и ветер задувает здесь он не задувает вот ребенок радуется на самокате а тут детские эти вот это развлекать не муслим отъезжай одной рукой приеду от вот здесь детки шарики смотрите сам ребенок запустил и мы едем посмотреть сегодня включили фонтан первый день как работает фонтан который называется как он называется никто бы не догадался как называется фонтан называется малая чаша вот такое странное название для фонтана малая чаша и мы поедем с вами узырем его прямо сейчас малую чашу крупная где вот муслим спрашивают да где они непонятно муслим просто налево налево только нет не торопись тут люди тоже пошли малую чашу просматривали кто-то думал сообща назвать малая чаша нет фонтан там одесский там или парк шевченко там как-то связаны с этим что-то с парком тут просто совсем такое название а узнал ли это название в новостях сегодня в телеграме кто-то присылал работает видите вечером он светится мы часто с они бродили сейчас тоже они будут на итальянские фонтаны смотреть как вы уже поняли из прошлой серии заскрипел вот вот так это все выглядит фонтан и множество людей это отдыхает вот и мы с муслимом подоспели но у нас сегодня движение на трассу здоровья пока еще не темно попробуем прокатиться здесь все будет спокойно и нас никто не это никуда не зацепит ни с чем готовится завтра люди все дома посидеть может быть сегодня начнут какие-то меры принимать чтобы было тихо спокойно тоже нормально никто не может это самое по выходным в празднике гулять какие-то связанные с этой темой но муслим поправляется ветер нормально дует более-менее я же растребалась как бы это странно не звучало хорошее красиво видно сразу война вот это все бушует ураган всякое такое вот красиво хорошо воюем что делать видно но в самом верху фонтана купается ворона сейчас я попробую подойти показать ворону как она купается это эксклюзив ворона купается фонтана ничего не стесняется она мокрая полетела видите вот вода мутная теперь до чего дошло видите вот так вот может она поэтому мутная потому что ворона искупалась говорю теперь вода мутная или потому что что-то подгнила или не почистили вообще должна быть она прозрачная и она она почти прозрачная просто цвет это да не там наверно болото просто размочилась которая была за зиму он еще должен с чашу выливаться сейчас лишь он наливается в чашу потом с нее должен излишек во выливается ну и все в общем то а потом и светится может такая хрень таки да мы едем по трассе здоровья и вон сакура только что переезжала вишня цветет сейчас и пахнет и либо не вишня но пахнет очень хорошо белые цветы сороки там он тоже чирикают я даже видел кто-то на склонах пикник устроил небольшой вот мыслим он никуда не делся по-прежнему колесит вишня слива на трассе здоровья из такого съедобного это алыча росла желтая красная тоже сможет давать такой такие вот эти как сакура вот так что мы выехали сейчас куда доедем не знаю посмотрим на трассе здоровья сейчас никого нет в отличие от прошлого года здесь вообще было миллион людей сейчас не очень много да куда-то доедем наверно хочу а нам чё да сегодня можно тепло хорошо покатаемся потом обед вернемся перед отъездом анны закупился кучей курицы вот этой копченой морковки и прямо перебдел и мы с муслимом доедаем уже который день муслимга еще ему нравится как же она такая веганская тоже блин такая благостная на рынке покупаем на рынке из химикатов каких-то там но это не точно ну не имеется всем магазин но да ну она такого наверно что на все надо скоропортящийся может поэтому мы и торопимся доесть и короче все просто вот так вот наслаждаемся поездочкой как вы уже поняли но вот он я чтоб было видно надо было взять черные эти штуки мохнатки все будут задавать мохнатки взял мохнатки одеваем тюни будь сейчас мохнатки оденем мохнатки одеты вот может видно вам нет вот по центру у меня на змейке где такая черная штука и вот вот мохнатка у муслима с мохнаткой совсем другой другой дни мы думаем что не будет это самое не будет задувать раз нам прислали микрофон новый мы сейчас приедем попьем кофе и микрофон откроем посмотрим новые технологии какие а пока просто едем вот кому нравится смотреть такие таймлапсы потом пока поедем пожжем немножко пленку раньше это было модно сжечь пленку а сейчас уже все равно сколько не делай дублей можно все это по выбирать лучше это да каждый был кадр стародавнее время ценный реальность и даже я не если штыгеришь в двух метрах заодно вот посмотрим ты опять один ты пустоте где-то у нас на таймлапсе видимо пропала батарейка пришлось заново включить моды доехали до такого места это где остановка у вас даже подойти там сейчас он подойдет обзорная площадка в туалете ой на велосипеде типа вставлен был ногами так сказать муслима придержал я смог выбраться почти европейская эта штука 10 гривен монетки и все и можно смотреть между прочим и это скамейка где мы сидели беленькая да вот там уже кто-то сидит рабочие делают или разбирают террасу или строят новую террасу вот пляжик вот но пляжки по непонятно есть 10 лет или нет единственное место где была эта скамейка сейчас одесские бизнесмены что-то вкладывать деньги муслим считает что ребята вот которые строят веранду они наверно знают что будет сезон но под непонятно строят ли они веранду или на брод разбирают или баррикодируют пока не сильно ясно ну что так кто-то что-то делает нас и баррикодировать не похоже но но окна не виза за это за делали таким у sb листами вот ну шо мы тем временем будем с муслимом на этой до красивой площадке будем выбирать место где испивать кофе с молоком причем можем поехать в принципе дальше чуть в аркадию поехали наше тем более место за ним любовная гнездышко на белой скамейке занято едем в аркадию тортема в этим заниматься артем мог бы но мы что-то не есть думаешь нет короче вот на трассе здоровья человек пилит на скрипке хаванагилу кажется или они или 740 до на нового так на удивление давайте снимем вот так видно да вот так что видите там есть qr-код можно пожертвовать сейчас ребята которые играют к собирают донаты пожертвования по-русски они наловчились принимать даже по qr-коду ну типа если если вы скажете внезапно что у вас нет налички так мы по qr-коду принимаем вы это не думаете 2022 все таки ван вверх это вандурус задувает капец все очень сильный ветер возле высокого дома короче мы добрались в аркадию все тихо спокойно вот как видите мирно и будем сейчас уже практически где-то распивать вот это вот чаи и кофе рыберни которая горела кстати на днях видите все рыберни функционирует вот так что можно там останавливаться заказывать ребра правда это не дешевое удовольствие очень вкусная нажористая жирная но не дешевая конечно вообще непонятно почему ребрышки стоят дороже чем филе ну да ладно людей в аркаде достаточно много в отличие от парка шевченко конечно здесь прямо много и скамеечек конечно же нет свободных я же присоединился где не особо можно она прикольная а вот там одна скамейка если она не засранная можно попробовать в нее съехать так можно туда там был вот этот спуск вниз где мы тогда помнишь сидели где и там с одной стороны огорожено что туда не спускались типа люди но диверсипедом можно спуститься там не огорожено вот первый тут спуск вниз мы как-то поехали там он сквозной можно отсюда пройти вот за этим баром тогда уже если я правильно понял или нет может чуть-чуть наверно не она чуть-чуть дальше это обратно нужно выехать ну а вот и кошечка которая тут постоянно обитает уже много лет мы эту кошечку снимаем вот женщина подкармливает кошка довольна вот она жива кошечка да ну вот но тут дуть может конечно может нуждается на там вниз куда он весь на пляж а нельзя свете на пляж а все вижу это красная табличка же так что мы не будем там на пляж сходить поэтому что здесь сидят вот такие пирожки вот такие пирожки кофе с молоком с термоса наша любимая кофе тормоз стародавний еще литровый но держится и клетчики по 20 по моему 4 не по 21 по 21 и клетчики это мы взяли сегодня в булочной на канатный угол канатный угол успенской ну вот в общем то и мы от смысле он уселись на такую скамеечку солнечную здесь не дует за вот этими раз вот такие закрыты кафешки и за ними не дует в остальных местах дует на пляж мы не пробрались так что мы здесь будем сидеть и и запьем сейчас кофе и сделаем все таки циклером да и сделаем тест этого снова микрофона ну что же мы приехали в аркадию и сделаем распаковку нового устройства это типа радио микрофона система сделали их в австралии и к нам мы не смогли попасть даже в военное время я их заказал в америке и из америки они добрались к нам за 7 дней вот так вот между прочим удивительно вот стоят такие штуки у нас в украине порядка 10-12 тысяч гривен в зависимости от магазина это еще непонятно можно ли сейчас купить но вот называется родой рода верлес go 2 рода это фирма которая делает микрофоны и находится она в австралии видимо ну вот хорошая штука сейчас пользуется и в принципе большинство блогеров и до этого у меня система была просто первая часть первая версия вот такая вот видите а во второй версии вот их целых два соответственно вот у нас muslim и для него тоже такую штуку мы приобрели как выглядит и что внутри давайте распакуем то есть самая модная самая новейшая общем-то версия который вообще можно купить сейчас на рынке для блогеров это вот такой вот микрофон такая коробка чудесная внутри в коробке самое главное сейчас достану мы снимка может доставать самое главное это вот эта вот штука это приемник он идет с проводком таким и вставляется в камеру и два передатчика вот это два микрофона по сути беспроводных и к ним еще три таких провода зарядки в комплекте еще есть вот такие мертвые кошки вот такая вот она идет это чтобы не задувало сейчас мы ходили уже вот сюда и муслим еще ассистирует достает красивая сумочка такая неопреновая соответственно в эту сумочку можно складывать все что хотите ну вот тоже с лейбочкой роды и третий кабель всего же три девайса понимаете тест на каждый девайс по usb type-c и самое интересное смотрите у них даже силикогель брендированный вот вроде микрофон десит десикант донатит короче не кушайте ну инструкция которой никто не читает вы поняли тоже существует в комплекте вот собственно все уже можно обратно сначала картонку картонку все обратно и вот такая штука очень удобно потому что до этого приходится микрофон и передавать до микрофона переходить приходилось передавать друг другу вот сейчас я покажу таким вот образом вот я говорю вот могу я говорю да и это не совсем удобно и особенно велосипеде это просто невозможно сделать соответственно было принято волевое решение проапгрейдится раз уж мы довольно часто появляемся что говорим и взять вот такие вот до два микрофона радио вот получилось сейчас я забыл старый же иди сюда вот получилось у нас теперь два микрофона раз и два как видите все новенькое вот прям при вас снимаю пленочки защитные смотрите по мыслим придержи мертвую кошку но не только по-другому ничего не видно вот снимаем пленочку семейственной ну как зачем он пошкрябаться мог и был бы это но как у нормальных пацанов пошкрябаный мусульм говорит что нужно назад одеть ну да ладно а ты наверно из тех случаев когда люди держат это самый пульт для телевизоров в пласть в лапановом пакете не так ли ну так смс это все но ничего тут нету ну ладно мусульм говорит что лучше это оставить все таки но в том числе упадет и будет минимальная ребра жесткость короче так что мы вот их оставили одна будет видите с бульбашками то что мы ее сняли а другая без но не суть и так вот такая штука насколько же мне удалось в пицце за сколько 300 долларов она стоит 300 долларов но стоит в америке идет от долларов 15-20 пересылочка обошлась вот такие пирожульки а в украине ну да можно было бы купить за 12 лет или за 10 надо поищу поискать было бы где но без гарантии потому что с америке это без гарантии а в украине ну может быть кто-то бы что ты какую-то гарантию дал а я как раз показывал до рассказывал что made in австралия тут же надо это чтобы навелась резкость она макросъемку не снимает камера наша короче вот такая штука мы пользуемся сегодня уже один блок сняли вот если не знаю это будет в отдельном блоге мы отдельный блок сняли как ехать на велике может быть даже мертвая кошка там что-то и сделала а сейчас переключаемся уже на эту двойную систему и будет слышно снова муслима теперь микрофоны уже стоят на месте вот и собственно мы записываем на уже на двухканальную эту систему должно быть слышно хорошо одели до этот поп-фильтр который от ветра закрывает всем привет да так что вот считайте что мы перешли на новый уровень плюс новая камера у нас она снимает в 4к 60 кадров в секунду но мы помыть не снимаем все 60 что там не пошло у нас потом в 30 снимаем я не помню затем да посмотреть и да и микрофон у нас самые при самые современные самые удобные данный момент так что можете за нас по порадоваться все покупаем самое купил на свои деньги никаких там не с канала ничего некий заработков ниоткуда не поступает youtube ничего не приносит абсолютно может там три доллара в год месяц может поменьше в месяц ну короче чтобы вывести с youtube и деньги нужно ждать там по достащим туда там 100 100 долларов нужно ждать то есть если три в месяц то это несколько лет нужно ждать поэтому youtube деньги не приносят все это покупается исключительно за свои деньги копится копится вот я коплю по копеечке курочка по зернышку она видно вот непосимым трудом вот она все так позиции и вот килограммчик и потом набирается да где-то себя в чем-то ограничил вот это вот и все и и купила себе вместо хамона вот это вот чуть два раза хамон не купил и купил это самое вот на наш крябал так сказать по чуть-чуть вот такие пироги и пироги а китайцы нам сейчас про последнее время ничего не засылает что-то вот эти вот то что с aliexpress были бонусы всякие на обзор давали все уже накрылась медным тазом у нас видимо перевозки кораблем не работают сейчас и поэтому даже часть посылок которые опять для себя покупал тоже не доехали вот последний что китайцы должны были прислать какую-то видеокамеру но увы и ах а у тебя муслим как дела с китайцами ну как тоже и на на хуже пошли нам особо ну давно уже прям короче не как а мы надеемся ждем если китайцы вы нас смотрите вспомните про нас ну вот это если надо будет список и самобильные телефоны вот это все такое вы знаете кого написать давай раскрасим серый мир чтобы для нас все стал цветным наполнен яркий красавец ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все способен